Всем привет, с вами ТОП ДОТА! Китайцы уже вовсю отмечают свой луна свет или новый год, едят свой рисовый оливье и наслаждаются ивентом в доте, который закончится уже вот-вот, 6 февраля. И если вы ещё не победили финального инвокера или же вообще не заходили в даркмун, то этот видос как раз для вас. Ещё можно многое успеть и лёгкий вин после просмотра обеспечен. Поехали! Я думаю вы уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Аман Маркет и на моём канале в том числе. Там вы можете купить себе крутую кружку, чтобы пить чаёк, фигурки по доте около Моника поставить и много других штук. Если хотите показать друзьям, кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки. Доставка бесплатная, ссылка в описании, а по промокоду TOPDOTA вам ещё и скидка 7%. Сегодня я вам расскажу несколько фишек, багов и просто советов, которые могут вам помочь намного лучше отыграть свою роль в ивенте. Можно конечно сказать, что такие штуки создаются для фана, а не для задротства, но как говорится, каждому своё. И да, обязательно жмакните на Лукас и на подписку, и тогда вы точно пройдёте Даркмун быстрее всех. Будем это считать фишкой номер 0. Ну а первая фишечка – это даже не фишечка, а скорее ебучий баг, за который уже многие дотеры прокляли габена не одну тысячу раз. Заключается он в том, что если вы вдруг умерли и вас никто вовремя не реснул, то вы потеряете весь свой сраный мэджик резист и будете потом жёстко лассировать инвокеру на последней стадии. Под вовремя не реснул я понимаю момент до того, как убили крипов. То есть, если на карте слоняется хотя бы один крипас и вас в этот момент ресают, то всё хорошо. А если же никакого крипа нет, то вам приходится продавать свой маг резист дьяволу, чтобы вернуться в мир живых. Хер его знает почему всё так устроено, но помните, что если будете играть в пати, то нужно просить оставить крепосика на карте, прежде чем кого-то резать, не то потом будет больно. Следующая фишка очень быстрая и настолько же простая. Если резаете кого-то, то прожимаете глиммер, когда он у вас конечно есть. Его можно жать прямо во время каста, так что воскрешайте безопасно. К примеру, если к вам уже подходит какой-нибудь сраный даззл мутант, значит самое время прожать глиммер. И не бойтесь, что каст собьётся. Да, я знаю, что это не охренеть какая инсайд инфа, но многим думаю поможет. Парочка тиммейтов у меня уже с этим точно тупили. И последнее, о чём я вам сегодня расскажу, это ваше главное оружие в этом ивенте, правильная стратегия и правильный пик. Если бы я стал всё это рассказывать подробно, то растянулось бы всё минут на 20 и хер бы кто досмотрел всё это до конца. Так что сделаем проще и куда эффективнее, просто зайдём на вот этот сайт и посмотрим какие пики проходили Даркмуну лучше всех, а ссылку я конечно же оставлю в описании. На этом сайте можно чекнуть пикрейт тех или иных героев, успешные комбы героев, глянуть кто что закупал во время матча и всякое такое. А самые хардкорные задроты могут даже глянуть реплеи топовых игр и вынести оттуда какую-то полезную для себя инфу. Например расположение героев на карте, скилл билды и прочую ересь. В общем если по лайтовенькому, то просто зайдите и хотя бы чекните топовые пики. Если вы с друзьями возьмёте этих героев, то уж точно пройдёте ивент куда более круто, чем если бы вы пикали героев на рандоме как обычно. И на этом всё, пишите в комменты как вам ивент вообще, пишите как ваши результаты, а также не забывайте про фишечку номер 0, она точно рабочая и её точно никто не пофиксит. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok